Всем привет, друзья! С вами Марай Акаси. Сегодня хотел бы показать вам бой на танке ИС-6. Это рубрика у нас Суперфарм, выпуск второй. Конечно, ИС-6 будет много стрелять подкалиберными снарядами, но я всё равно решил записать для этой рубрики этот бой, потому что хотел вам показать, что ИС-6 может фармить даже если будет стрелять подкалиберными. Ну, конечно, у ИС-6 довольно мало снарядов, и под конец уже наш герой будет стрелять в основном ББшками. Занимает ИС-6 вот такую вот позицию. Тут можно простреливать между арками. Позиция довольно такая хорошая, мне она нравится. Виден тут КВ-3, но почему-то не пробивается он подкалибером. В принципе, там будет часто рикошеты, не пробитие, всё-таки КВ-3 неплохо бронирован. Ждёт наш герой, возможно, кто-нибудь высунется всё-таки из-за арок. Вообще, конечно, не все игроки знают, что тут прострел. Некоторые неаккуратно подставляются и получают плюшку, только потом уже откатываются. Сейчас вообще самая минималка, по-моему, вылетела по КВ-3. Но даётся его ещё раз пробить, но уже тут Яга-8-8 приехала. Ей не очень удобно, тут она довольно большая. И, в общем-то, преимущество на стороне ИС-6. Также тут выглядывает Три-четвёрка. Можно её тут легко простреливать, потому что в Бор там 100% пробитие. Но почему-то наш герой решил не стрелять. Возможно, просто не хотел рисковать и просто пропустил этот момент, когда можно было выстрелить. Опять выглядывает Яга. Совершенно она как-то не находит себе места. В общем, нубит и, в общем, теряет просто ХП. А сама даже не стреляет. Он сейчас каким-то чудом вообще не пробился в НЛД. Не знаю, как так получилось. Ещё раз снаряд улетает в гусеницу. И это, конечно, всё не очень хорошо, потому что... Один из таких больших недостатков ИС-6 это то, что снарядов всё-таки у него не так уж и много. И часто в затяжных боях просто не хватает снарядов. Конечно, это не даёт иногда выиграть бой. Высунулось тут уж слишком неаккуратно. Три четвёрка. Её забирают. Дальше. В принципе, тут есть ещё по кому пострелять. Тигр высовывается даже под таким углом. Удаётся его пробить. Яга уже тоже слилась. Тигр так и не удосужился отъехать назад и, в общем, как-то глупо умирает. Понимает наш герой, что можно уже тут продавить. КВ-3 особых проблем не должен доставить. У него не самое высокое пробитие. Там вроде 175. Ну, конечно, сейчас голда почти у всех есть. Но всё-таки один на один у ИС-6 огромное преимущество. У него отличный дамаг и хорошая рикошетная броня, которая в ближнем бою часто не пробивается. Ещё тут стоят два фрага. Это ИС, Черчилль. Тоже у них довольно слабое пробитие. И это, конечно, очень радует нашего героя, потому что пострелять он так вот на халяву не всегда уж удаётся. Тут уж союзники, то есть враги действуют как-то слишком беззащитно. Легко удаётся уничтожить и саун даже. Не выстрелил. Ну и с Черчиллем, конечно, никаких проблем не может возникнуть. К тому же он даже повернуться тут не может. Ну вот сзади только тип 59 нанёс дамаг. И, в общем-то, всё довольно неплохо пока что. Выезжает Ягд Пантера. Очень крутая ПТ-шка с супер-пушкой. Она быстро добивает супер-першинга. Пытается уехать от выстрела и со шестого, потому что он может уже забрать её. Но ПТ-шка, конечно, действует уж слишком агрессивно, за что отправляется в ангар. Наверное, думала она, что всё, уже бой закончен, можно добирать всех остальных. Но ИС-6 всё-таки оказывает сопротивление. Остаётся ещё в команде фуловый КВ-5. Его, в принципе, не так уж нелегком врагам можно будет уничтожить. То есть шансы на победу довольно высокие, учитывая, что тут остались в основном мелкие уровни. Ну и два танка восьмого уровня, которые, в принципе, тоже это не окажут особого сопротивления. Это небольшой спойлер. Ну, кроме ИС-6, тут, конечно, никаких шансов у ПТ-шки нету. Легко её уничтожает наше ИС-6. Теперь тут ещё и в городе Т-59, он, наверное, приехал с ИС-6. Думал зайти в тыл. Тут, конечно, сказывается долгое сведение. Конечно, каждый снаряд сейчас очень дорог. И этот промах, он очень, конечно, негативно скажется на результате нашего героя. То есть, если бы он меньше маза, то результат мог бы быть ещё лучше. Ну вот, удаётся добрать типа 59. А теперь осталось только арта ИС-6 фуловый и Т-21. Конечно, сейчас преимущество у команды ИС-6. И, в принципе, главное, чтобы КВ-5 нормально сыграл. Стоит тут ИС-6 кормой. Даётся ему в борт нанести дамаг. Он поворачивается и тем самым даёт возможность ещё раз выстрелить нашему герою. Но он не пробивает. Тут я бы лично выцеливал НЛД бы. Также пробиваются вот эти хорошо лючки. Но сзади ещё наносят дамаг арта. Пытаются ИС-6 как-то ездить туда-сюда, чтобы было сложнее пробить. Остаётся всего один фугасный снаряд. И теперь важно выцелить какую-нибудь привезлимую точку. Но, к сожалению, дамаг проходит очень маленький. И не удаётся забрать ИС-6. Снарядов больше нету. Единственный шанс теперь это протаранить. Арта ещё плюс сейчас уже сводится сюда. В общем, те снаряды, которые были выпущены вначале, то есть те снаряды, которыми наш ИС-6 не смог пробить, они тут очень понадобились бы. Ну, конечно, тут надо быть вангой, чтобы всё предугадать. Пытаются хоть как-то наш герой нанести дамаг таранам ИС-6, но масса одинаковая. И, в общем-то, это совершенно никакого результата не даёт. И вот, всё-таки ИС-6 сливают. И, конечно, это не даёт возможности получить ещё больше опыта в бою. Но, в целом, всё закончится нормально, то есть с победой. КВ-5 всё-таки удосужился добрать ИС-6. И теперь остаётся уничтожить одну арту. Только непонятно, как у КВ-5 так мало хп. Он, вроде бы, был в фуловой. Может быть, ему арта накинул, может быть, Т-21 его подразобрал. Ну и дальше я ускорю. В принципе, бой интересный и показывает, что если нанести много дамага, стрелять не так уж и много под калиберами, то есть хотя бы 50 на 50, то танк может фармить неплохо. Вот ещё КВ-5 каким-то макаром мажет. И арта ещё ему наносит 300 дамага. То есть, в принципе, был шанс на то, что ей арта могла нанести ещё больше дамага. Тут она утопилась. Итак, вот результат этого боя. 7 фрагов, 2977 опыта, 2010 кредитов, 8278 дамага. Медальки Воин и Снайпер. На этом я прощаюсь с вами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте.